Я хочу кушать. Чуваха мне еда, у нас любимое мне слово, мне нравится. Я обязательно поеду в Корею. Меня зовут Анастасия Солецкая, я студентка РУДН, факультет международных отношений. Меня зовут Маша, мне 38 лет, и я руковожу подразделением по работе с потенциально проблемными заемщиками в финансовой организации. Меня зовут Валерия, я ученица 9 класса. Меня зовут Элина, на данный момент работаю администратором в сети продуктовых магазинов. Уже, получается, буду как 3,5 года. Месяц я прозанималась в группе, весь декабрь получается. С начала года мы с ней перешли на такой вот один-на-один формат. Я учусь уже на протяжении полугода. Мне корейский необходим для поступления на магистратуру в университет Кореи. Я хочу сдать топик. В дальнейшем я бы хотела использовать как сферу своей деятельности. Все начинается с маленького шажка. То есть даже когда вы хотите заниматься спортом, у вас первое нужно купить хороший костюм. Сам язык по себе очень красивый, то есть он мне напоминает как некий поток воды. Я хотела попробовать то, что я не пробовала никогда. В первое время непонятны все эти закорючки, иероглифы, немножко страшно. Как только ты перестаешь думать, что в чем-то есть логика, все становится понятно. Корейский язык все-таки будет немного посложнее. С грамматикой бывает трудно справляться. Но мы преодолевали это вместе с преподавателем, и поэтому было легко и просто. Она знает, что мне интересно, что я все делаю. Она мне ставит достаточно много домашних дезинтаней. Я ей все время прошу что-нибудь дать мне еще. Я ей очень благодарна за ту информацию, которую она мне дала, ведь мне было страшно. Она всегда говорит, что любая ошибка, она ведет к успеху, то есть несмотря ни на что, даже ошибки, они позволяют продвигаться вперед в изучении языка. Поэтому я очень быстро преодолела страх перед языком и начала изучать его с удовольствием. Благодаря ей, я думаю, я смогла скрепоститься, и мне с ней очень комфортно учиться. Мне нравится, что здесь, в школе, когда ты приходишь, тебе не просто говорят, все, иди вот туда учись, а все-таки вот в рамках этого первого интервью с учеником знакомятся до того уровня, чтобы можно было ему осесть в удобной для него среде. В целом занятия проходят очень спокойно, что мне и нравится. Очень неудобная аудитория. Также удобно то, что администрация заранее предупреждает о том, если будет замена, предупреждает о том, когда нужно будет оплатить. Изучение корейского идет легко и весело. Мне дали комфортную атмосферу для изучения и подстраивают, по крайней мере, эту атмосферу под мои нужды и потребности. Когда я впервые написала, мне ответили очень дружелюбно, согласились помочь. Несмотря на то, что у меня было очень много вопросов, потому что новый язык, я не знала, как это работает, я никогда не ходила в центры по языкам, для меня это было в новинку. Мне всегда были рады помочь, отвечали там даже ночью. И это действительно меня очень сильно успокаивало и выводило меня в комфорт. И сразу правильно произношение ставят, ударение ставят правильно, и, соответственно, ты слышишь, как говорит учитель. Поэтому для меня тоже точное занятие, которое удобно в мое же время, тоже очень важно было. Изучаю по старинке, больше слов записываю. Также смотрю фильмы, сериалы в субтитрах. Это очень помогает, потому что ты слышишь постоянно язык, слышишь, как они разговаривают, и уже некоторые фразы начинаешь понимать. Моя преподавательница как раз предлагала мне запоминать слова через ассоциации смешные. К примеру, я запоминала слово «огурец», а я представляла, как идет большой огурец, и ему больно очень. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Что нужно почаще учить слова, и это будет основным первым действием к тому, чтобы хорошо познать язык. Читала целую страницу, целый день. Все буквы понятны, все как бы все хорошо. Два слова поняла со всей страницы. Когда ты начинаешь, то действительно тебе проще через смех и радость как-то понимать язык, принимать его, ты перестаешь его бояться. Просто преодолеть страх. Взять себя в руки и хотя бы попробовать. Очень важно именно то, что ты для себя в голове поставил цель и просто идешь к ней. Да, с удовольствием. Я бы вообще порекомендовала им приходить в Мандарин-центр, потому что здесь действительно очень удобно заниматься, очень хорошие преподаватели, очень хорошие люди. И здесь действительно классно. Где я могу, я, соответственно, рассказываю, что есть такая школа и что вы занимаетесь детишками. Да, я уже порекомендовала. Надеюсь, что скоро они придут. Да, обязательно. Надеюсь, кто-то изъявит желание изучать азиатские языки, то я обязательно посоветую им. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Желаю вам удачи в поездке в Корею. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok